Всем привет! Сегодня готовим необычные котлеты на ужин, которые готовятся очень быстро, просто, а получаются обалдеть как вкусно. Готовьте сразу двойную порцию. Берем кабачки и их нужно натереть на крупной терке. Если у вас молодые кабачки, просто натирайте на терку. Если у вас кабачки уже старые, им нужно очистить кожуру и вынуть все семечки и тоже натереть на крупную терку. Натертые кабачки отставляем в сторонку, затем берем одно куриное отварное бедро, отделяем мясо от кости и нарезаем на маленькие кусочки. Конечно вы спросите, что можно взять и грудку, но я вам скажу, что грудка после отварки будет немножко сухой, поэтому самый идеальный вариант будет куриное бедро. Затем нам нужно взять твердый сыр и тоже его натереть на крупной терке. Ребят, полностью сколько продуктов пойдет, читайте в описании под видео. Дальше нам остается замешать тесто на котлеты. Берем соль, добавляем к кабачкам, перемешиваем все хорошо, аккуратно. Затем кабачки нам нужно отжать. Отжимать нужно хорошо, нам нужно удалить полностью всю влагу, которую вы только сможете удалить. К кабачкам добавляем немножко перцу, затем добавляем полностью все нарезанное куриное мясо. Также мы сюда добавляем полностью весь натертый твердый сыр и разбиваем 3 куриных яйца. А для пышноты нам нужно добавить 3 столовые ложки кефира. Берем ложку и все аккуратно перемешиваем до однородного состояния. Таким образом мы увидим, что наше тесто немножко жидкое, нам нужно добавить муку. Я вначале добавляю 3 столовых ложки, аккуратно все перемешиваю и смотрю, если мало, тогда добавляем еще муку. Если тесто уже готово, тогда муки больше добавлять не нужно. В моем случае мне пришлось добавить еще 3 ложки муки и все хорошо вымешать. Тесто для котлет у вас должно будет получиться не слишком густым. Оно должно быть примерно таким же, как на котлеты из фарша. А дальше нам остается только обжарить наши котлеты. На раскаленную сковородку с подсолнечным маслом мы берем ложку и ложкой будем формировать котлеты. Укладываем примерно по 3-4 штуки на сковородку, это все будет зависеть от величины вашей сковородки. И примерно по 2 минутки с каждой стороны обжариваем и переворачиваем. У меня получилось обжаривать их 2 минутки, перевернул, 2 минутки перевернул. И таким образом 2-3 раза я их переворачивал. Для более уверенного приготовления, конечно, их можно накрывать крышкой. Но вот такая красота в конечном итоге у меня получилась, ребят. Берем одну котлету, разламываем ее. Смотрим, что внутри она прожаренная, готовая, сыр, мясо, кабачок. Все отчетливо чувствуется в этой котлете. Котлеты получились очень необычные, сочные и очень-очень вкусные. Вся семья попросила, чтобы приготовить на завтра такие же котлеты, только уже двойную порцию. Потому как этих было мало. Ну что ж, на этом все. Кому понравилось, обязательно поставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная Кухня.